На всякий случай промокнули салфеткой, чтобы взять лишнюю влагу. Промокнули салфеткой. И в маслице отправляем уже к луку мясо. Отправляем к луку мясо. Всё, обжариваем со всех сторон мясо. Чеснок разминаем. Чеснок можно добавить и в сковородку, и к тому картофелю, который у нас до сих пор запекается в духовке. Давайте так и сделаем. Давайте разделим чеснок пополам. Друзья, а я обещала рассказать историю, как, собственно, кефир. Кефир стал практически российским национальным напитком. Российский национальный? Да. В конце 19 века один русский врач, служивший на Кавказе, написал письмо о том, что у кавказцев весьма распространён кисломолочный напиток, который невероятно целебен и полезен. И один из русских молокозаводчиков решил раздобыть рецепт этого напитка. Оказалось, что это дело крайне непростое. Кавказцы свято хранили рецептуру. И тогда хитрый молокозаводчик, поняв, что наскоком тут рецепт не раздобыть, отправил к князю Байчарову, у которого было большое производство кисломолочного напитка, прекрасную дуцелетнюю девушку, которая работала у него у самого на его молочном производстве. Девушка по фамилии Сахарова должна была разузнать рецептуру, очаровать князя, ну и с провожатой ей... Скажи, любовный хэппиент есть в этой истории? Они поженились? Вот, Миша, вот дальше всё происходило практически так, как в кавказской пленнице. А-а-а! Госпожа Сахарова месяц очаровывала князя. Князь, конечно же, как товарищ Сахов, очаровался ею, но рецепт он ей не передал, и она не солна хлебавшая. Вместе с своим провожатым по фамилии Васильев, они отправились в Кисловодск. И вот по пути... Это уже что-то близкое к 12 стульям. Да, вот по пути их настигли всадники, которые схватили девицу и увезли в неизвестном направлении. Ну, точнее, потом скоро выяснилось, что она оказалась снова в имении князюшки. Князюшка пал на колени, приложил ей руку и сердце. Девица Сахарова его отвергла. Потом появились сыщики, которые напали на след похищенной девушки. Князя предали суду. И тут девица Сахарова продемонстрировала себя настоящим бизнесменом. Вот тут она поступила не как комсомолка. Она сказала, ладно, князюшка, я тебя прощу за то, что ты похитил меня и хотел похитить мою девичью честь. И поэтому отдай мне 10 фунтов кефирной закваски, а я тогда прощу тебя. И князюшке ничего не оставалось сделать, как отдать ей эти фунты кефирной закваски. Вместе с извинениями и с букетом цветов. За полную достоверность фактов я, конечно, не ручаюсь. Но тебе хочется, чтобы так было? Потому что история больше похожа на легенду, да, но мне история нравится. Кстати, о птичках. Восстанавливаю музыкальную справедливость. Если все три жены мне нальют по 100, это будет 300 грамм. И это кое-что. Мотивчик вспомнили? Если бы я был султан и имел трех жен. Этот куплет тоже был в тексте песни, которую исполнял Юрий Никулин. По понятным советскому человеку причинам этот куплет в финальную версию не вошел. Его даже Никулину спеть не разрешили. Сегодня барышня и кулинар готовят кавказский обед. В меню семейное блюдо аджахури и кисломолочный суп довга в исполнении Михаила. А также яичный пирог Кю-Кю из яиц и зелени от Ольги. Мы продолжаем. Так, я помидоры и чеснок добавил. Черный перец. Хмели-сунели чуть-чуть. Все. Вот пошел запах. Вот теперь я понимаю, что я на Кавказе. Запах, цвет. Мясо начало у нас тушиться. Будем ждать, пока вот этот сок весь проникнет в мясушко. Сделает его мягким и ароматным. Кю-Кю, да, вы видите. Это, как справедливо сказал Миша, много-много зелени и совсем немного яиц. Знаешь, как латте, да? Это молоко с кофе, а не кофе с молоком. И Кю-Кю это скорее зелень с яйцами, нежели яйца с зеленью. Это правда. Миша. И ты это тоже будешь сюда добавлять? Да. Чуть-чуть сейчас. Прямо только переложим. То есть надо было не только растопить масло, да? Еще и переложить сюда масло. А после этого она сразу отправится в духовку. А-а-а. А духовка разогрета? Чтобы, да, да. Ну давай. А ухватка у тебя, а не холодная, кстати. Здесь вот все готово. Вот просто, чтобы чуть-чуть схватилось яйцо. Все, друзья. Постояла на конфорочке наша прекрасная Кю-Кю, а теперь отправляется в духовку. Удачи, Оля. Удачи. Удачи, Кю-Кю. Удачи. Я выливаю кефир. Я выливаю сметану. Я вбиваю яйцо. Щавель настоящий. А чем отличается настоящий от ненастоящего? Знаешь, ненастоящий я называю зимний щавель, который выращивается... Вкуса почти что не имеет. Кислоты, да. Малок кислый. А вот щавель грунтовый, он такой прям аж сводит. С ума. Ну да, зубы. Так. Прекрасно. Прекрасно. Чинза, укроп, все это. Зелень. Теперь добавляем понемножку две ложки пшеничной муки. Добавим рис. Хватит. Хватит риса. Добавим чуть-чуть водички. И будем, друзья мои, чтобы рис не прилип к дну кастрюли, чтобы у нас ничего не свернулось, будем варить в этой молочно-кисломолочной смеси с мукой, будем варить рис. Та-ри-ра-ра-ра-ра-ра. Не солю, ничего не солю. Вообще, давгу солят, знаете, совсем в конце, когда не просто она будет готова, но когда она еще и остынет. Сначала надо давгу варить на большом огне, вот до момента приготовления риса. Шкрябать надо обязательно по дну, чтобы рис к дну не прилип. К нашему кю-кю мы еще сделаем вкусный соус. Для этого нам нужно два зубчика чеснока и листики мяты. Листики отрываем от стебельков. Так, вот мы порезали мяту. Она источает волшебные ароматы. И чесночок. Сейчас вот так. Так, друзья, мацони. Сюда же нашу порубленную мяту и чесночок. И, в принципе, делать это не обязательно, а я бы посолила еще. Потому что я люблю, когда в соусе есть только соль. Все, соус готов. Так, вот это будет для красоты, а это будет для вкусноты. Что ты делаешь? Режу. Это я вижу. Это орехи с перцем для чего? Для красоты. А, то есть ты кю-кю еще? Я еще его закю-кюю. Положили кю-кю в кю-кюшницу. И теперь начинаем заниматься дизайном. О, как красиво. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир. Посмотри. Как прекрасен. Яйца разбейте в большую миску и смешайте их с мелко нарубленным перцем чили, солью и перцем. Добавьте много мелко нарубленной зелени, щавель, укроп, петрушку, кинзу и шпинат. Получившуюся массу обжарьте в сковороде на растопленном сливочном масле. А потом отправьте запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20. Для соуса смешайте мацони, мелко нарезанный чеснок и листики мяты. Добавьте немного соли. Подавайте кю-кю, как пирог, нарезав на куски. При желании украсьте яичное блюдо грецкими орехами и перцем чили. У барышни и кулинара гастрономическое путешествие на Кавказ. Уже готов яичный пирог с зеленью от Ольги. Вот-вот его догонят довга и аджахурий, кисломолочный суп и мясное второе от Михаила. Ну а пока самое время прерваться на изящные премудрости от барышни.